Здравствуйте! В эфире программа «Про движение». Мы рассказываем о том, как уберечь себя и своих близких от дорожных происшествий. Новый Ворошиловский мост в Ростове откроют для проезда в июле. Напомним, ранее говорили о том, что Ворошиловский мост будет открыт лишь 1 августа. Но на днях первый ситименеджер Ростова Сергей Горбань сообщил, что первая очередь обновленного Ворошиловского моста будет введена в эксплуатацию уже в июле. Отметим, что новый мост будет работать исключительно на выезд из города. Въезд по-прежнему будет осуществляться по Тимирницкому мосту. В Ростове до конца года установят четыре новых светофора. Знали ли вы, что помимо обычных светофоров в мире существуют и сексуально ориентированные для определенных меньшинств общества? Такие уже появились в столице Австрии – Вене накануне конкурса Евровидения 2015. В Ростове, к счастью или к сожалению, устанавливать подобные объекты не планируется. Но Департамент автодорог и Организации дорожного движения города объявил конкурс на строительство четырех светофорных объектов в городе. Как сообщает портал Доньюз, первый из них будет установлен на орбитальной в районе дома номер 42, второй – на пересечении Вересаева и объездной дороги аэропорта, третий – на улице Совхозной и четвертый – на перекрестке Днепровского и Глинки. В Ростове на Западном неизвестный высадил в яме на дороге живые цветы. Фотография небольшой клумбы с петунями появилась в соцсети. Видимо, таким образом ростовчанин попытался привлечь внимание властей к ужасному состоянию дорог. В комментариях один из пользователей отметил на тружеников такие ямы, что скоро и рыбачить-то можно будет, а не то, что цветы сажать. Еще один смекалистый ростовчанин прикрыл яму на дороге ковром и подписал, сегодня я понял истинное предназначение ковров – латать ростовские дороги. Между тем, как стало известно, в этом году власти выделят более 684 миллионов рублей на ремонт городских дорог. За эти деньги обещают отремонтировать 59 ростовских дорог. Что ж, надеемся, что эти районы не останутся без внимания властей. Знание заповеди велосипедиста поможет спасти жизнь. Портал Доньюз делится секретами безопасности для велосипедистов. Первым делом проверь свое транспортное средство – хорошо ли накачаны колеса, работают ли тормоза и плотно ли затянуты эксцентрики. Если ты планируешь ехать долго, то возьми минимальный набор вещей, который может пригодиться. Деньги и сотовый телефон лишними также не будут. Мало ли, что в дороге произойдет. Чем заметнее ты одет, тем меньше шансов попасть под колеса автомобиля. Не стоит забывать и о габаритных огнях в темное время суток. Обязательно надевай шлем. Этот аксессуар поможет спасти тебе жизнь. Чтобы езда была комфортной, перед стартом отрегулируй под себя велосипед. На всякий случай прихвати с собой надежный замок, чтобы твоего двухколесного друга по дороге не увели. При езде тебе могут позвонить, и для того, чтобы ответить, придется остановиться. Второй вариант – используй гарнитуру, но в любом случае одно ухо должно быть у тебя свободным, чтобы контролировать ситуацию на дороге. Для оповещения прохожих о своем приближении необходим звонок. В крайнем случае громко, но вежливо извести прохожих о своем приближении. И, конечно, двигаясь на велосипеде, нужно в первую очередь не забывать о правилах дорожного движения. Их сейчас и вспомним. Что обозначает разметка в виде треугольника на полосе движения? Предупреждает о приближении к месту, где нужно уступить дорогу. Горизонтальная разметка в виде треугольника предупреждает о приближении к другой разметке, указывающей место, где водитель при необходимости должен остановиться, уступая дорогу. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы включить левые указатели поворота? Да. Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой водитель обязан во всех случаях подавать сигналы указателями – поворота соответствующего направления. Кому вы должны уступить дорогу при повороте во двор? Встречному автомобилю и пешеходам. При повороте налево, вне перекрестка, необходимо уступить дорогу встречному автомобилю и пешеходам, путь движения которых вы пересекаете. Что ж, с вами была программа про движения. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!